Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы прикоснуться к такой теме, как бодрствование. Есть покой, есть бодрствование, и жизнь человека, она постоянно находится в двух этих плоскостях. Как правило, в ночное время мы находимся в покое, мы набираем энергию, в дневное время мы бодрствуем, но есть профессии, есть люди, которым приходится бодрствовать и ночью в том числе. Это стражи, это охранники, это полицейские, это военные, это пилоты, много врачей, много профессий есть на земле, которые бодрствуют в ночное время. И возникла идея этого видео, потому что дети, которые идут в детский сад, которых ведут в детский сад, которые сами, может быть, уже идут или идут в школу, они не все в утреннее время находятся в бодром состоянии, хотя они уже и проснулись. Они находятся в слабом физическом и духовном состоянии из-за того, что сон у них был коротким, непродолжительным, или он был недостаточно крепким, не восполнил их физических и духовных затрат предыдущего дня. И бодрствование – это необходимая часть нашей жизни, и она имеет как духовные, так и физические корни. Я хотел бы привести несколько, а точнее три стиха из Библии на тему бодрствования. Псалты 137, третьим стихом, и там стоит следующее. «В день, когда я возвал, Ты, имеется в виду Господь, Бог, услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Первое послание к Коринфянам, 16 глава, 13 стихом, апостол Павел там пишет следующее. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Евангелие от Марка, 14 глава, 38 стихом, и там стоит следующее. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Итак, тело человека, оно слабее духа человека. И поэтому необходимо постоянно молиться, и Бога необходимо просить о том, чтобы он укреплял человека в вере, чтобы человеку быть бодрым и проявлять те действия, которые необходимо проявлять по отношению к самому себе, к природе, к животным, к людям, и проявлять своевременно. И, конечно же, есть много советов. Советы даются бесплатно всеми, и психологами, и мудрецами, и их очень много. И о бодрости можно сказать или выделить из этих советов следующее. Необходимо тратить силы на важное, а не на маловажное или абсолютно неважное для человека. Даже есть такая поговорка, не тратьте своих сил на то, что не стоит этого делать. Это я просто рассказал своими словами. Затем, негативные цели, мысли, усилия и люди, они ограничивают бодрость человека. Негативные цели, мысли, усилия и люди. Затем, необходим каждому человеку здоровый сон. И для этого необходимо ложиться в одно и то же время. Для этого последние два часа перед сном должны быть спокойными, невозбуждающими. И для этого необходимо, чтобы человек высыпался. То есть, он должен восстанавливать свои силы, как духовные, так и телесные. От человека необходима помощь. Для природы, для животных, для людей и самому себе. Иногда человек ограничивает эту помощь, не проявляет ее. И бодрость тогда снижается его. Постами и молитвами человек может находиться в бодром состоянии, как духовном, так и телесном. И, наконец, еще один из таких рекомендаций. Это не отвечать на зло злом, а наоборот, молиться за этих людей и благословлять их. Бодрствование. Активное состояние, как духовное, так и физическое. Поосуждайте вы на эту тему. Я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok